книга открытым около тема священства том 8 вопрос 2162 пожилые умудренные опытом священники на что сегодня обращают главное внимание своей пастырской деятельности чему учат молодых собратьев по алтарю если какая разница между сегодняшними батюшками и дореволюционными отвечает игнатий тихонович лапкин один к одному каким ты был таким ты и остался как пелось в послевоенной песенке если бы люди знали хорошо смысл писания а не только содержание этой вечной книги откровения божия человека на человеке то батюшка может быть пореже обрать то ток батюшкам может быть пореже обращались за советами сегодня же отношения к ним полностью как к ветхозаветным священникам из ливии на колено принять от священников таинства ибо им верено жертвоприношение современные пастыри в абсолютном большинстве чуть чуть ли не все главное внимание обращают на исповедь и причащение они устанавливают день и ночь свой авторитет свою незаменимость и исключительность что без них ни до бога не достучаться ни здоровья не поправить поэтому они упирают на чудеса чудеса и еще много раз чудеса и при том чудеса касаются исцеления спасения в трудной обстановке и тут на первое место выходят иконы их мироточения слезоточения кратого кровоточения с икон введения и снова сновидения и всюду мощи поклонения мощам пересказ о чьих-то исцелениях об откровениях о потустороннем мире и изгнания из бесноватых бесов чтобы убедиться в истинности сказанного направляю к тому что пишут об этом сами чудо-чудотворцы оберегов книжек своих исцеляющих всех их прославляющих как обладателей великой и страшной для демонов духовности и романах трифон чудеса последнего времени в двух книгах рассказывается жизни для взрослых и детей о чудесных исцелениях видениях помощи божией наказаниях по благословению при освященнейшего в арсенофии епископа саранского и мордовского 10 тысяч экземпляров 416 страниц 255 рассказов 53 фотографии книга заняла первое место в республиканском конкурсе посвященном дух тысячелетию христианства автор награжден золотой медалью и дипломом первой степени автор принимает рассказы и пожертвования для третьей книги дивеева нижегородская область абонентский ящик 20 отцу трифону от литературного редактора книгу чудеса последнего времени а прочел в один присест я не мог оторваться настолько интересное захватывающее содержание она очень легко читается чудеса были есть и будут ибо они всемирное зеркало отражающие две противоборствующие силы добра и зла в книге романаха трифона на жизненных примерах это изумительно ярко показано и читатель даже сам может делать выводы как надо поступать в каждом конкретном случае эта книга несет в себе ряд мудростей нравственного и телесного здоровья эту драгоценную книгу надо иметь в каждом доме в каждой семье отдельные речевые погрешности мною не замечены чтобы сохранить портреты рассказчиков в ней нет никакого вымысла обмана ибо автор этой книги живет строго по божьим заповедям не обмани не укради и так далее он поясник молитвенник бессеребренник жаль что такая нужная и полезная для любого человека книга издается таким маленьким тиражом кандидат филологических наук доцент с морозов все предисловия как расширенный эпиграф конечно же трифон знал и читал этот панигирик ему понравился он благословил его да и епископ тоже приложил руку на благословение этой книги не может же господин морозов знать содержание библия лучше трифона и иметь ее в большем авторитете чем трифон ученик никогда не может быть выше учителя иначе они поменяются местами как метеорологическая служба врет врет как всегда что есть ее суть да вдруг ошибется и правду скажет так и морозову досталась роль разоблачителя трифона но они этого даже и не заметили оттуда откуда же знать бы до центу с морозу что чудеса есть всемирное зеркало отражающие две противоборствующие силы добра и зла и вот что библия говорит о чудесах последнего времени 1 коринфянам 1 22 25 ибо иудеи требует чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для еленов безумия для самих же призванных иудеев и еленов христа божию силу и божию премудрость потому что не мудрая божия премудрия человеков и немощная божия сильнее человеков если проповедь о распятом христе для мира есть безумие то почитаемая мудростью миром есть безумие для церкви для истинно верующих знающих писания вот таким безумием для русского народа содержимого во тьме хитрыми пастырями для народа темного и ненаученного трифоном и его сопастырями и приученного к чудесам последнего времени являются подобные книжицы слепотствующая паства больно духовно и телесно и криком кричит дайте еще чудес еще чудес и покруче по заковыристи и варгает матфея 16 4 рот лукавый и прелюбодейные знамения ищет и знамения не дастся ему кроме знамения и он и пророка и оставив их отошел господа нет там где ищут чудеса где требуют чудес и знамений оттуда ушла или еще не приходила проповедь о христе а мы проповедуем христа распятого он отошел от прелюбодейной паствы книжка трифона вопит каждой странице о неверии трифона богу христовой крови трифон гонит их к котелкам серафима и канавкам к иконам и к своим книжкам амулетом которые нужно прикладывать больным местам грешной плоти трифон создал себе и своим книжкам орел идола и шамана с бубенцами позолоченного и вредного откровение 13 14 и чудесами которые дано было ему творить он обольщает живущих на земле да если бы и так все было как повествуется в книжке трифона мордовского на обольщение замордованных грехом и невежеством то и тогда вывод один напрашивается содержание писанина и и романаха хотите быть здоровыми покупайте трифоновые книжки этот прогорелый воротник от тришкина кафтана и вы будете бессмертны все коросты и бесы отойдут от вас двоечник без учебы будет с диплом отличника и и романах дивейский ни слова ни строчки из писания божьего в защиту чудес не глаголит а чтобы было к месту и по делу что-то изречено из библии про то и буквки нет страшно и бесовское обольщение этого трифона вопит с каждой странице и он ведь этого ничего не видит совершенно слепой и безбожный дух лжепастыри нынешних и куда он ведет этих кандидатов филологических наук и кандидат филологический наук даже своей области не сумел дать анализ книжицы пропустил отдельные речевые погрешности им не замечены а о погрешностях богословских что кандидат мог сказать он так рекламирует девеевскую книжку что желает ей быть в каждом доме в каждой семье не библию не святых отцов или каноны церкви но амулет тришкин пропагандирует столь слащава и обольстительно как будто ему трифон аванхов авансом на сто лет вперед грехи простил и откуда господину морозову знать что в рассказанных попасенках трифона нет вымысла а все правда но он гарантом всех чудес выставляет праведность несребролюбия трифона его постничество его не вороватость велика заслуга попа если он не ворует да никто больше чем попы не ворует так открыто и нагло в церкви и всюду за таинство берут деньги симонисты окаянные да еще сами таинство перепортили крещение без троекратного полного погружения и без основательного научения нет катехизации трифону по силам ли выполнить на деле возглас соглашенные из идите за треба берут деньги сродившегося свинчающегося и сумершего и воруют оптом и в розницу из собранных на строительство храма денег минимум три четверти уплывает в поповские широкие рукава это то морозов может и не знать и самый лютый обман творят попы что не учат народ слову божию потому они убийцы и палачи народа кровь жертв их на них деяния 20 26 27 посему свидетельствую вам в нынешний день что чист я от крови всех ибо я не упускал возвещать вам всю волю божию с чего ради нахваливает трифоновой опусты с морозов сирахова 16 9 неприятно похвала в устах грешника ибо не от господа послана она римлянам 2 29 но тот иудей кто внутренна таков это обрезание которое в сердце по духу они по букве ему и похвала не от людей но от бога сегодня оценку всего можно делать только на основании слова божия что она скажет 1 коринфянам 4 5 посему не судите никак прежде времени пока не придет господь который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от бога а люди которые не знают библии они обольщают других их похвала в глазах трифонов подобно укусу змеи исай 59 5 выживают высиживают змеиные яйца и ткут паутину кто поезд яиц их умрет а если раздавит выползет ехидна книжка трифонова смертельно опасно народа она толкает верящих ей в руки иудеев требующих чудес и отвергает от 1 5 христа трифон занял место библии христа бога истинного сирахов 11 32 кто будет оправдывать согрешающего против души своей и кто будет хвалить позорящего жизнь свою услышав такой отзыв о своих баснях трифон возмутиться до переизлиха серахова 22 18 если мудрое слово услышит разумный то он похвалит его и приложит к себе услышал его легкомысленный и она не понравилась ему и он бросил его за себя в трифоновой книжке нет мудрости но есть грубое и тяжелое обольщение простодушных до которых трифоны не допустили свет библии знающие библию и только такой серахова 40 10 покажет мудрость своего учения и будет хвалиться законом завета господня притчи 27 14 кто громко хвалит друга своего с раннего утра того сочтут за злословящего вот несколько выдержек из книжки чудес последнего обольщения трифона чтобы вы смогли взахаться что же сделалось православие страница 5 от автора что побудило меня написать эту книгу главное это сострадание к людям которые верят в бога автора чудотворной книги год говорит хорошие слова а что же на деле книга это написано по великому тщеславие его по темноте его и греху незримому для него он не к богу них слову божий людей не за зовет но сделался лекарем исцелителем даже через книжки свои и притом не через просвещение а через прикладывание этих книжек больным местам страница 8 серафима одевельский удел был учрежден самой богородицы как ее четверт четвертый удел на земле акунаться в святом источнике нужно трижды причем три дня подряд страница 14 весь православный мир знает что в последние дни преподобный серафим должен воскреснуть это пророчил и сам преподобный то ли дива то ли смерть моя будет подобно отроков и фесских триста лет спавших пещере как они восстали уверение всеобщего воскресенье воскресенье так и я восстану предпоследним концом и возлягу в дивеева страница 47 сама царица небесная сказала я созижду такую обитель великую мою на которую не изведу я все благословения божии мои со всех трех жребиев моих на земле с иверии афона киева страница 194 один покупатель постоял у стопки книг минут пять и у него прошла боль в животе мы с родителями были в дивееве где проживает отец трифон целый экскурсионный автобус людей господь сподобил нас встретиться с автором этой удивительной книге страница 205 за пьяниц нужно подавать сразу в трех церквах можно с водосвятием 206 страница последнее время болит плечо я стала прикладывать книгу к плечу перестала болеть плечо я книгу прикладывала со всех сторон к шее ощущала свет как бы входил меня когда прикладывала книгу житие старца серафима желаю всем пройти по канавке где ступала сама царица небесная поставили икону на божницу и стали водиться деньги кормите голубей голуби вымолят и большого грешника если кормить их с любовью и верой 220 страница мать в отчаянии схватила книгу чудеса последнего времени и положила на живот боль стала утекать 249 страница я иеромонаха трифона еще тогда не знала не могла и подозревать какой высокой духовности этот священнослужитель 309 страница проходя мимо святых мощей мы просовывали руки дотрагивались до мощей святых у одной рука застряла едва отмолили 311 страница мы радовались что господь так к нам милосерден и дал нам такого мудрого наставника и духовника отца трифона спасибо вам дорогой наш отче наставник и покровитель ходатай а нас пред господом город наводнен колдунами всех мастей казачки с молоком матери впитывали приговоры приворожбы а мужчины были их жертвами в храме исповедовал и романах трифон из дивеева я неожиданно почувствовала такую благодать как в самом дивееве мы стали пробиваться все к нему на благословение макария предупреждала что даже просфоры будут колдуны портить пелагея рязанская могла их всех видеть и обличать она сказала что только колдуны будут отвергать наличие колдунов а их на одного верующего человека будет сто будьте бдительны есть неверующие вовсего христа пророчества его не признающие от явно сбывшегося прячутов прячутся в кустах шаги заслышав бога присносущего опровергают сказанное господом вальяжно развалившись за его столом слова учителя опровергают походя все оскверняя грязным помилом о ненадежности того что под рукой спаситель многократно возвещал и потаенно красною строкой о трех сопровождающих вещах о моле ржавчине о жуликах ворах о их неистребимом продолжении уничтожают превращают в прах все до единого у этих трех мишени не химия не даже ультразвук не следователи не суды не казни на них не хватит тысячи наук от этих трех напастей едкой мази вновь обокрали чемпиона мира медали по брякушки вытащили у дяденьки царя обчистили квартиру не могут замочить воров в сортире вы окаянные милорды господа окруженная горит на банкетах телохранители при вас везде всегда накачанные мускулы атлетов от этих трех не могут защитить моль ржавчина воры съедят охрану во цветах временного суетные щиты подталкивают к мысленному храму ищите царствие нетленного вовеки евангельского правдой обладая христу не верит умственный коллега напрасно мертвого мертвого при парками латают